всем здравствуйте меня зовут лариса подлегаева и рада приветствовать вас у себя в гостях сегодня у нас уже четверг и я только сейчас снимаю видео по второму старту ну так получилось у меня уже есть готовая работа вчера у меня не было возможности утром снять вступление показать пряжу и я просто ну начала вязать вязание было не совсем удачным потом был перевяз ну сейчас я вам по порядку все расскажу пряжа у меня alize lanagold 800 ой извините find на 100 грамм 390 метров и это полушерсть так номер цвета если кому интересно 01 он не кипельно белый а такой вот молочный и стала я вязать повязочку я ее связала вот такой вот с перехлёстом я ее сшила и когда разложила вот так вот я пересчитывала кромочные петли я все делала вроде бы сознанием делать все проверяла но когда я соединила то получилось у меня что перехлёст и вот этот шов не совпадает что я решила что я сейчас распарю распущу и мне нужно было добавить еще три рядочка я распорола шов и начала распускать но как вы думаете откуда я начала распускать того края с которого я набирала сказать что я расстроилась это вообще ничего не сказать потому что но я не знаю чем были заняты мои мозги но я начала вязать другую повязку и вчера уже наверное 12 часов может даже чуть позже я ее закончила и связала я ее без шва таким же рисунком здесь вяжется 1 лицевая 1 изнаночная классическим способом вяжутся петельки поэтому получается вот такой вот рисунок есть мастер-класс на вот эту повязку но я решила ее связать по-своему то есть связала полосу и вот здесь вот я ее сшила мне больше нравится когда нет никаких швов потому что покупают такие повязки не только молоденькие девочки которые носят распущенные волосы но и женщины уже зрелого возраста у которых короткие стрижки и я думаю никому не захочется на затылке иметь такой некрасивый шов так вязала я в две нити спицы у меня были номер 5 и вот эта повязочка весит 38 грамм надо сказать что смотрится конечно это очень интересно но вяжется муторно потому что наверное за счет того что вот идет такой перекос вот петелек очень идет большой расход пряжи и вяжется очень долго то есть вяжешь вяжешь и на месте вяжешь вяжешь и на месте и мне не очень понравилось именно то что но мне нужно все быстро я такая вот по натуре мне нужно все и сразу мне нужно быстро барня нельзя а вот это вот убить 8 часов на повязку но скажем так это не рентабельно поэтому как-то так так что я немножечко в отстающих но и думаю что ничего страшного готовые изделия мне есть есть старт есть финиш и это хорошо старюсь что я участвую три у стартах на платформе youtube мне как-то здесь все-таки больше нравится прошлый раз я участвовала на платформе дзен и неудобно по ссылкам вообще никуда не переходит комментарии вообще тоже как-то не очень видишь здесь на ютубе в оповещениях мне видно даже что девочки ответили мне под своим видео я отвечаю и это здорово youtube мне в этом плане нравится гораздо больше на дзен конечно буду иногда выкладывать какие-то видео но все-таки youtube непривычный я честно попробовала не мое вот так что смотрю девочек пишу комментарии очень много девочки вяжут носков очень много наверно такая пора пришла носочная уже похолодало и мне кажется большинство девочек вяжут носки так что если у вас есть кризис какие носочки выбрать какую пряжу выбрать для носков я думаю что просмотрев наши трех старт и вы найдете ответы на все свои вопросы и сомнения проходите в инфобоксе будет обязательно список участников смотрите вдохновляйтесь вяжите митя с нами всем добра